Всем привет, девчонки! Записываю свой новый влог и хочу начать с такой вот покупочки. Сегодня гуляла с ребенком. Вот это немножко покусанная пачка. Неважно. Купила такую вот хну. Взяла три пачки по той простой причине, что волосы у меня длинные. И здесь вот написано, что нужно взять именно три упаковки. Посмотрите, если вот кому интересно, поставьте на стоп и прочитайте состав. Он весьма натуральный. Здесь содержится экстракт репейного масла. Производитель нам обещает укрепить ослабленные корни волос, сделать волосы блестящими, ухоженными. Вот я купилась на эти обещания, скажем так, и решила взять. Производитель у нас какой-то генна-крем, хенна-крем, в общем, не знаю. Не буду коверкать, потому что... А, вот, нет, фитокосметикс, да, 50 миллилитров. Там очень разнообразные были цвета. Было и мокко, и темный шоколад, и каштан. Но я решила не экспериментировать и взять черный, так как волосы у меня черные. Пока я не буду выходить из него, хотя были такие мысли. В начале весны, как обычно, я думаю, у всех девчонок хочется каких-то перемен весной. Но я решила все-таки вот черный, это мое-мое прям, и взяла попробовать. Сегодня буду делать окрашивание, потому что волосы у меня, так сказать, уже отросли. Хна это в готовом виде, вам не нужно париться, что-то там замешивать. Я не люблю все эти моменты, поэтому меня очень подкупило данное обещание. Обращайте внимание на руку, я тестила матовые помады в магазине. Вот, поэтому буду сегодня этим заниматься. Буду уделять своим волосам время. Потом обязательно расскажу о результате и покажу. Так, ребятки, продолжаем наш вложик. Я сейчас пью... Так, секунду. Сейчас пью смузи клубничный. Вот, и общаюсь с вами. Вот такой вот смузик. Так, что хочу сказать, чем хочу поделиться. Погода у нас просто вау, где-то градусов 27. Вот, с утра, конечно, прохладнее. Я даже взяла с собой жилетку мохнатую, меховую. И я уже пожалела, потому что очень жарко. Вот, сейчас какие у меня планы? В принципе, планов у меня никаких нет. Все, я сделала, все, что хотела, успела. День, конечно, дурацкий. Как-то все, знаете, пошло не так, как я хотела. Вот, у меня, кстати, выскочил ужасный прыщик. Высыпание иногда меня тревожит. Вот, сейчас поеду с ребеночком в больничку на прививку. Вот, ну, в принципе, таких новостей особо нет. Скоро у нас Пасха. Я, как обычно, не знаю, где я буду на Пасху. Куда мы поедем, не поедем. И вообще будем дома сидеть. А вот, заказали пасочки. Очень красивые я вам потом покажу. Обязательно эту всю красотень. Вот, так что. На самом деле, влог такой очень обычный. Ничего такого экшена на моем канале в последнее время, да, и вообще на моем канале не найдешь. Поэтому, кто не любит такие просто обычные, рутинные видео, то лучше выключить, переключить на что-то более динамичное. Девчат, хочу вам показать свою косметичку на отдых. Показываю очень быстро. Вот. И, в принципе, все, вылетаем. Так, взяла я с собой такой вот кремушек для ручек. Это у нас питание. Лепетит Мерселье. Обожаю его. Мне нравится, что он такой жирненький. Мне нравится его запах. В общем, идеальный крем. Буду обязательно повторять еще. Также мой с недавнего времени любимый продукт – это гидролат лаванды. Боже, какой запах, девочки. Какое действие. Теперь он всегда будет со мной. Я буду заказывать вновь и вновь. Возможно, попробую шалфей, розмарин и еще подобные. Смотрите, как быстро он у меня улетает. Я пользуюсь постоянно. Утром перед макияжем, после очищения кожи. Вечером после ночного крема. Для активации маски глиняных. То есть я просто могу нанести в течение дня. Поэтому, конечно же, он поедет со мной. Далее я взяла капли для носа. Без них я, к сожалению, никуда не езжу. У меня хронический насморк. Вот поэтому, да. Далее. Мой любимый кармекс. Уже надо его добить и положить в пустые банки. Тоже ушел у меня достаточно быстро. Так как губы у меня сохли в этом месяце безбожно. Далее масло для кутикулы. Конечно же, я без него никуда не еду. Это просто мой мастхэв. Очень приятно пахнет конкретно это. Далее. Из тональных я взяла такой вот BB крем. Это у нас холика-холик. Он достаточно плотный сейчас, но я все-таки его иногда использую. Хотя он начинает быть для меня слишком светлый. Я хожу в солярии активно, поэтому немного он светлова для меня. Далее кисточки. Это у меня... Она, кстати, не чистая. Не успела ее помыть. Для хайлайтера. Это мой инвалид. Для бронзера надо выкинуть уже ее, заменить. И для тонального крема. Везу их так, покидала, просто уже не успеваю. Далее взяла такую вот палетку от Floor Mar. Она безумно дешевая, бюджетная. Но здесь очень интересные цвета. Вы можете видеть. Такие вот коричневые, светло-коричневые. Вот этот я ложу во внутренний уголок глаза. Он безумно красиво подсвечивает. Этот можно использовать как базу, как подложку. Вы знаете, для того, чтобы не тащить вот эту вот палетку от Naked, мою любимую базовую с нудовыми тенями, я заменила ее именно этой от Floor Mar. Но она у меня лежит конкретно именно для поездок. Поэтому это шикарный вариант. Далее, конечно же, Dior. Моя любимая палетка под розовое платье. Взяла специально блеск такой. Вот от Victoria's Secret. Мой любимый, из моей любимой коллекции. Вот так вот он называется. К сожалению, Victoria's Secret его сняли с продажи. Эх, чему я безумно расстроена. Я его обожаю. Далее, от Lamelle. Такая вот помадка. Мне она очень нравится. Но она иногда оставляет в ноль втором оттенке. Это у нас нюд. Оставляет иногда белую полоску. Если губы плохо увлажнить перед ее использованием. Далее, также из тональных я взяла Fit Me. Такой вот. Он для меня сейчас идеально подходит. Именно по цветовой палитре. И он круто перекрывает все недостатки. У меня сейчас кожа, к сожалению, испортилась. Я не знаю, с чем это связано. То ли с питанием, то ли с новым уходом. Но сплошные высыпания. Так, тоже вот этот мой любимый продукт для бровей от Maybelline. Уже тоже заканчивается. Надо бы обновить. Тушь Кирлен моя любимая. Классная. Так приятно пахнет, девочки. Таким-таки цветочным ароматом. Конечно же, никуда я без своей любимой базы и укрепления ресничек. Так, не езжем. Так, что у нас тут еще мой любимый хайлайтер Smart Girl. Тоже уже подходит к концу. Далее такая вот база для губ. Да, наверное. Или для глаз. У меня есть две штуки. Тут одна. Да, вот это для губ, это для глаз. Для глаз мне не очень нравится. А вот для губ это просто шикарно. Повторю снова и снова. Перед матовыми помадами, да и вообще перед блесками. Девочки, стоит гривен 50. Но эффект просто бомбический. Настолько круто увлажняет. Настолько классно на него садится. Любая помада. Даже очень и очень бюджетная. Так, мой любимый. Ну, как любимый. Видите, я его уже добиваю. Думаю взять от Estee Lauder. Хвленый этот BB Concealer. Такой вот от Maybelline. Мне не нравится. Он стал подчеркивать шелушение под глазами. Далее моя подводка. Замена герленовская. Она очень бюджетная. От Evelyn. Последнее время пользуюсь только ей. Далее блеск у меня тут затерялся. Взяла просто розовый под платье. Если мне не подойдет Victoria's Secret. Далее мои любимые заколочки. У меня тут останется бронзер. Остался бронзер от Hoola Benefit. Не буду вам его показывать. Потому что все его знают. Классная вещь. Очень пигментированный. За что я его крепко люблю. И остались у меня тут карандаши для глаз Essence. Он мне не нравится. Не знаю, зачем я его взяла. Так же, как и не нравится его брат, его коллега. Такой вот от Cisley. Тоже абсолютно он размазывается. Он нестойкий. В общем, не знаю. Девочки, посоветуйте хороший карандаш. Ну и кисточки такие для глаз сугубо. Вот все мое добро. Сейчас буду это все запихивать обратно. Кстати, кисти нужно будет, наверное, постирать. Так, переложу сюда. Все, девочки, я побежала. Буду рада, если вы напишите комментарии, что вы берете. Кстати, косметичка у меня такая вот, Factory Secret. Я вам ее уже неоднократно показывала. Очень удобная. Беру ее в поездки. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Корзиночка почти готова. Масочки. Масочки. Кик, лифиульки. Масочки. Кик, лифиульки. Пряники и яйца. Покажу вам немножко территорию. Масочки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После ужина Санатова Тишина Успокойствие Только скрип качели Полная перезагрузка Кайфово лежать в гамачке Всем привет! Репортаж из гамака Христос воскрес! Сегодня 28 апреля Вот и Мы отмечаем Пасху Поэтому всех поздравляю Надеюсь этот влог выйдет Либо в пасхальный вечер Либо уже после Вот, но в любом случае Я вас всех поздравляю Желаю мира и добра вашему дому Всех со светлым праздником! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok